Здравствуйте, с вами компания Макси Форекс. На прошлом занятии мы говорили, как с помощью уровня сопротивления и поддержки определять точки входа и моменты открытия или закрытия сделок на покупку или продажу валюты, а также о том, как избежать ложного пробоя и не остаться с открытой сделкой на вершине предыдущего ценового движения, в то время как цена развернулась и ушла в противоположную сторону. Существенную поддержку в этом нам окажет использование технических индикаторов, которые имеются в приложениях к каждой торговой платформе. Действительно, если мы находимся в открытой сделке, предположим на покупку евро в паре с долларом США, и ценовое движение по нашей сделке приближается к важному уровню сопротивления или поддержки, как определить дальнейшее поведение цены, сохранять ли позицию открытой и попытаться продолжить прибыльную сделку, двигаясь вместе с рынком к следующему уровню сопротивления или поддержки, или закрыть сделку и зафиксировать полученную прибыль, опережая разворот цены в обратную сторону и потерю прибыли. Обычный визуальный анализ диаграммы ценового движения не даст нам ответа на эти вопросы. Однако получить ответы мы можем с помощью технических индикаторов. Какими техническими индикаторами целесообразно пользоваться для подтверждения направления ценового движения? Все индикаторы по их функциональной направленности объединены в три группы. Первая из них – индикаторы, следующие за тенденцией, или запаздывающие индикаторы. Такие индикаторы замечательно действуют при относительно длительных ценовых тенденциях. Они не предупреждают о предстоящих изменениях цен, а просто сообщают о направлении их движения, то есть о росте или падении, ориентируя трейдера на соответствующие действия. Покупая и продавая по сигналам индикаторов, следующих за тенденцией, вы лишаете себя возможности раннего входа в рынок, но зато значительно сокращаете степень риска, так как всегда будете торговать в направлении господствующей ценовой тенденции. В качестве представителя этой группы можно отметить один из наиболее известных индикаторов – технический индикатор схождения-расхождения скользящих средних, или просто МАКТ. Ко второй группе относятся так называемые опережающие индикаторы, которые сигнализируют о предстоящих изменениях и разворотах цен. Лучше всего они работают на спокойных рынках, где отсутствует ярко выраженная ценовая динамика и нет тренда, то есть, другими словами, в боковых диапазонах. Обычно опережающие индикаторы служат для измерения степени перекупленности или перепроданности рынка. Считается, что состояние перепроданности валютной пары является сигналом предстоящего повышения ее курса, а перекупленность пары – сигналом предстоящего понижения. Представителем этой группы индикаторов можно назвать стахастический осциллятор или просто стахастик. Кроме этих двух групп существует еще и группа психологических индикаторов, которые определяют настрой участников рынка – покупать валюту, бычье настроение, либо продавать, медвежье настроение. Но в теме нашего урока мы их не рассматриваем. Таким образом, чтобы получить верный ответ на вопрос, какими техническими индикаторами целесообразно пользоваться для подтверждения направления ценового движения, правильнее всего будет скомбинировать индикаторы первой и второй группы вместе. Первый из них, МАКТ, сообщит нам о направлении ценового движения курса валютной пары в данный момент, а второй – стахастик – о приближении разворота. С этой целью мы встроим в наш часовой рабочий график индикаторы МАКТ и стахастик. О том, как работают оба этих индикатора и как интерпретировать их сигналы для определения направления ценового движения, достаточно подробно рассказано в наших видеоуроках номер 17 и 18. Здесь же мы разберем только, как использовать эти индикаторы для принятия решений о продолжении сделки, либо ее закрытии, в случае, если цена приблизилась к уровню сопротивления или поддержки. В таком случае и в тот момент, когда цена находится вблизи этих уровней, прежде чем принять решение по сделке, необходимо снять показания индикатора. Если МАКТ показывает продолжение текущей ценовой тенденции пары, например, подъем, и сигнал индикатора стахастик не противоречит ему, оставляем нашу сделку на покупку открытой, так как пара, скорее всего, пробьет уровень сопротивления и продолжит подъем. Если МАКТ показывает продолжение текущей ценовой тенденции, а стахастик сигнализирует о предстоящем снижении, значит ценовому движению предстоит корректирующий откат и последующее продолжение тренда. В этом случае лучше закрыть сделку и зафиксировать полученную прибыль. После отката вы вновь можете открыть сделку в направлении главной ценовой тенденции при получении совпадающих сигналов от обоих индикаторов. Таким образом, действуя в разворотных зонах уровней сопротивления и поддержки в соответствии с сигналами технических индикаторов, мы исключим для себя возможность остаться на вершине подъема с открытой сделкой на бай, в то время как цена уже развернулась на снижение. Или же зависнуть в основании нисходящего ценового движения, когда цена начала подниматься. После пересечения ценой уровня сопротивления и продолжения сделки в направлении следующего уровня, переносим ранее выставленный стоп-лосс под уровень пробитого сопротивления, располагая его на несколько пунктов ниже последнего фрактала на продаже. Аналогично поступаем в случае пересечения ценой уровня поддержки, устанавливая стоп-лосс над уровнем пробитой поддержки выше уровня последнего фрактала на покупку. На следующем занятии мы расскажем вам об использовании других индикаторов и линейных инструментов для прогнозирования будущего направления ценового движения, которые могут оказать вам существенную помощь в повышении эффективности вашей торговли. Компания Макси Форекс желает вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова